Привет-привет! Я подготовила для вас обзор дубов. Хочу начать свой обзор с аромата Adverberry. Он был выпущен в 2015 году. Называется Breacher for Her. Здесь основные аккорды цветочные, свежие, фруктовые, цитрусовые и сладкие. Базовая нота это белый мускус и светлая древесина. Вы чувствуете мандарин, то есть он придает свежесть, и лист ананаса. Мне кажется, лист ананаса здесь тоже чувствуется. А в средних нотах розовый пион. Даже, мне кажется, совпадает с его флакончиком. Запах, кстати, уже закончился. Аромат освежающий. Но, знаете, он больше понравился моей маме. Я бы, наверное, его еще раз не купила. Берлитопра должен тоже от Burberry. Аромат Weekend. Флакончик выглядит вот так. Аромат достаточно непростой. Здесь чувствуется и сладость, и древесность, и фрукты тоже чувствуются. В верхней ноте здесь присутствует мандарин, шалфей. В средней ноте вы почувствуете запах ириса. Мне кажется, вот именно запах ириса был отталкивающим ароматом для меня. Потому что мне он показался немножко слишком, как сказать, цветочным или слишком древесным. И в базовой ноте присутствует мускус. Флакончик достаточно красивый. Но куплю ли я еще раз эту серию, скорее всего, нет чем да. Потому что, если вы знаете классику Burberry, классический аромат, вот он действительно мне очень подходит. Он отражает мой внутренний мир. Он сладкий. И, наверное, я в следующий раз куплю его, нежели этот аромат. Конечно, в этой рубрике это все индивидуально. На каждом теле парфюм звучит по-другому. Поэтому я вам говорю, какие ноты присутствуют, как он пахнет. Может быть, на вас он будет совершенно по-другому пахнуть. Но для меня он не очень подошел. Следующий аромат от Calvin Klein'a Endless Euphoria называется. Флакончик выглядит вот так. Что я могу сказать об этом аромате? Кстати, он несложный и достаточно простой и свежий. Знаете, он подойдет вот после спорта, мне кажется, как большинство ароматов от Calvin Klein'a. После тренировочки вы пришли, приняли душ и надушились. И он идеально подойдет, потому что он достаточно освежающий. Здесь чувствуется бергамот, мандарин и розы. Это был подарок от моего папы, поэтому я думаю, что он выбирал по своему вкусу. Конечно, я как девушка спортивная, я занимаюсь спортом, и он мне подходит после спорта. Но он не подходит мне для особых случаев и для вечерних мероприятий. То есть, например, со встречи с друзьями, поход в ресторан и так далее. Потому что он мне достаточно раскрывает мою внутреннюю нежность, мою внутреннюю девушку. Ну, это я так считаю. Конечно, может быть, вам он идеально подойдет. Продолжим к Келлен Клайнам. Этот аромат называется Into You. Посмотрите, как оригинально они сокращенно написали. Флакончик выглядит вот так. Мне кажется, он очень оригинальный. Это тоже подарок от моего папы. И я не удивляюсь, потому что, мне кажется, с точки зрения мужчин, они предпочитают не очень сложные, а четкие ароматы. Этот аромат, он немножко, знаете, какой вот? Он сочетает и резкость в себе, и одновременно и что-то такое сладкое и цветочное. Но это, наверное, связано с тем, что здесь присутствуют и пряные ноты, и цитрусовые. Здесь и присутствует красный кедр, цитрусовый мандарин из пряностей бергамот. И, знаете, мне кажется, резкость ему придает то, что здесь присутствует даже кактус. То есть, когда он закончится, но мне кажется, что он никогда не закончится, потому что флакончик достаточно большой и как будто бы без дна. Но если закончится, я, наверное, его еще раз куплю. Дневную жизнь подходит мне этот аромат. Продолжим ароматом от Клиник. Называется Happy Heart. Почему я хочу поговорить о нем? Потому что сегодня последний день весны, и я хочу успеть поговорить о весеннем аромате. И вернемся к аромату. Этот аромат цветочный. Присутствуют ноты древесины. Чувствуется огурец, то есть он придает свежести. Здесь и чувствуется морковь. То есть идеальный рай для вегетарианцев. И здесь достаточно много количества цветов было использовано при создании этого аромата. Аромат был создан в 2003 году. Не сказать, что очень старый. Идеально. Пахнет весной. Если мы говорим о весенних ароматах, давайте тогда еще и поговорим о вот таком моноаромате. Это от бренда Юраше. Вы знаете, это достаточно экологическая линия косметики. И этот парфюм, он пахнет лилией. Это моноаромат. Здесь больше не присутствует других нот. Мне просто очень нравится запах лилии. Поэтому я его на протяжении всей весны использую. И он уже закончился. И купила бы я еще такой аромат, конечно, да. Почему бы нет? Там существует не только лилия. Когда вы посмотрите, в магазине есть и моноароматы. Там пахнут только розы или даже ромашка. В общем, можете выбрать любой цветок, который вы любите. Следующий аромат от линии Булгари. Называется Omnia Coral. Флакончик выглядит вот так. Достаточно оригинально, мне кажется. Его создатель Альберто Морилес создал его в 2012 году. Не сказать, что аромат очень старый. Он достаточно новый. В 2012 году был создан. И это напоминает мне шипровые ароматы. Если вы любите шипровых ароматов, то можете приобрести этот запах. Здесь присутствует нота Бергамота. Ягоды Годжи. Помните, раньше рекламировались ягоды Годжи для похудения? Так вот, он пахнет ягодами Годжи. Но если вы спросите меня, этот запах не порчит этот аромат. Еще здесь присутствует кедр, гибискус. Если вы знаете экзотические такие растения. Если говорить, продолжать говорить о шипровых ароматах, то я хочу вам показать еще один аромат. Дубайские духи. Называется вот так там, Сваровский. И он пахнет Дубай. Вы наверняка отнюхали арабские духи. И вы знаете, что там очень насыщенные запахи. И пахнет роскошью, пряностями и теплотой. Такие теплые ароматы, как будто арабская ночь, действительно. Запах Дубая, арабский спрей. Следующий аромат от Lancome. Тресор Lanuit называется. Флакончик очень красивый. Это подарок от моей мамы. Аромат очень богатый, очень насыщенный. Был создан в 2015 году. Здесь присутствуют и пряные ноты, и цветочные ноты, и сладости. Здесь создатели добавили аромат черной розы. Представляете, какой магический и манящий аромат. Он мне напоминает линию от Dior Poison. К сожалению, они были сняты с продукции. То есть я хочу обратиться с создателем духов Dior Poison. Пожалуйста, верните их, потому что уже много лет я хочу их приобрести. Но вы не выпускаете эту линию. И на моем сердце тоска. Я с нетерпением жду, что однажды в магазинах опять вернется этот запах. А пока я довольствуюсь тресором от Lancome. Кстати, это не только духи. И крем для тела, и крем для душа. Они пахнут все одинаково, как духи. Только вот когда вы будете принимать душ, и потом будете увлажнять кремом, и сверху духи на стойкий аромат на 3 или 4 дня. Он у вас не будет смываться практически. Так что если у вас перелеты, или вы хотите отправиться в командировку, то смело вы так вот используете, и будете пахнуть на протяжении долгих дней. Этот аромат, конечно же, очень насыщенный, очень богатый. Мне очень понравился. Спасибо. Ну, я не хочу сказать, что женщина выбирает лучше духи. Но папа выбрал простые, моно, такие спортивные, освежающие. А мама, видите, выбрала такой насыщенный. Тут вся загадочный аромат. Наверное, девушки отличаются этим от мужчин. Свою любовь, свой самый любимый аромат я оставила под конец. Это гипноз от Lancome. Классика. Это был аромат изготовлен в 2005 году, и уже на протяжении 15 лет я им пользуюсь. То есть он заканчивается, я пополняю его. Понимаете, этот аромат прям можно уже смело говорить, что пахнет мной, или я пахну им. В общем, мы срослись. Это самый любимый аромат. Я надеюсь, что он будет еще долгие годы в производстве, потому что если его уберут, я просто не смогу пережить эту потерю. Давайте поговорим, какие ноты здесь чувствуются. Это цветочный сладкий аромат. Здесь как описывается, что буквально 3 или 4 состава компонента, но мне кажется, здесь что-то не договаривается, потому что это очень сказочный запах. В общем, кто хочет ознакомиться с линией Lancome, то начинайте смело с гипноза, и я думаю, что вы, как и я, никогда не сможете отказаться от него. Спасибо. Это был обзор духов, который я протестировала за последнее время. Если вы тоже используете эти духи, опишите, пожалуйста, в комментариях, как они звучат на вас, потому что, как и в начале видео, я хочу подчеркнуть, что каждый аромат на каждом человеке пахнет по-другому. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Я уверена, что мы увидимся с вами в следующем видео. Ставьте свои лайки. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Всем хорошего дня и ароматных воспоминаний.